Северная Корея была в числе тех стран, которые до последнего отказывались признавать опасность пандемии коронавируса и предпринимать реальные противоэпидемические меры. Официально власти Кореи до сих пор не подтвердили ни одного случая заболевания на подконтрольной им территории. Но панические действия чиновников и силовиков показывают, что коронавирус больше не воспринимается в Северной Корее, как выдумка злонамеренных капиталистов. Если бы кому-то пришло в голову составить рейтинг стран, которые легкомысленнее всего отнеслись к пандемии коронавируса, там обязательно бы оказались Беларусь и Северная Корея. Наплевательское отношение к пандемии белорусского президента Лукашенко, делавшего вид, что ничего не происходит, когда люди уже умирали десятками, лишило его остатков легитимности и рано или поздно отправят на скамью подсудимых. В Северной Корее последним по-настоящему закрытым тоталитарным государстве мира до сих пор отчитываются об отсутствии заболевших. Впрямую об этом чиновники не говорят, но намекают на то, что границы страны охраняются столь тщательно, а количество въезжающих иностранцев столь незначительно, что у государства есть возможность отловить заразу еще, что называется, на подлете и просто не пустить в страну. Объяснение было бы вполне правдоподобным, если бы не информация о тысячах северокорейских рабочих, вернувшихся домой после начала пандемии из Китая и России, основательно сбрендившее руководство, которое, к слову, тоже долго изображало из себя победителей коронавируса и толком не занималось борьбой с эпидемией. Известно, что по крайней мере один город Северной Кореи оказался летом в полном локдауне из-за подозрения в распространении там болезни. А уже осенью северокорейские пограничники расстреляли южнокорейских рыбаков, случайно заплывших на чужую территорию. Такие инциденты случались и прежде, и обычно они заканчивались выдворением нарушителей. Сейчас же рыбаков убили, опасаясь, что они могут быть заражены, а их лодку сожгли на всякий случай. Вдруг коварный вирус спрятался где-то в ней. Это далеко еще не полный перечень действий северокорейских властей, выдающих панические настроения, похоже, царящие в стране. Не так давно правительство зачем-то запретило рыбакам выходить в море, а на дорогах, соединяющих разные города страны, вдруг появились блокпосты тоже непонятного назначения. Южнокорейская разведка сообщила, что по указанию главы Северной Кореи Ким Чен Ына были казнены как минимум двое чиновников. На одного возложили ответственность за обрушение курса национальной валюты из-за пандемии, другого же обвинили в махинациях с закупками продуктов питания за рубежом. Истории о расстрелах, впрочем, запросто могут оказаться вымыслом. Власти Южной Кореи, враждебной Кореи Северной, порой специально выдумывают такие дикие истории для подрыва и без того бесконечно шаткого доверия других стран к режиму Кима. А вот что подтверждено почти доподлинно, так это попытки Северной Кореи украсть данные о вакцинах против коронавируса. О хакерских атаках на свои серверы заявили уже две компании, занятые разработкой такой вакцины. Одна из этих компаний базируется в Южной Корее, вторая в Великобритании. Получить доступ к конфиденциальной информации злоумышленники пытались с помощью программы шпиона, которую рассылали сотрудникам лабораторий на электронную почту. Эта попытка была пресечена, сейчас ведется следствие в отношении хакеров. Но в Южной Корее, даже не дожидаясь его окончания, поспешили заявить, что не сомневаются в том, что действовали преступники по прямому приказу высшего руководства Северной Кореи. После того, как вакцина появится, Северной Корее потребуется закупить порядка 25 миллионов ее доз для того, чтобы провести поголовную вакцинацию. Денег на это у страны, доведенной до нищеты, экспериментами со сталинизмом попросту нет. Вот и пытаются власти достать информацию о лекарстве, на основании которой могли бы сделать свою дешевую вакцину.